После долгих сравнений одной краски с другой лучших брендов, которыми пользуются художники-акварелисты, я остановился на красках Дэниел Смит. Первый мой выбор был на базовом наборе. Те обзоры, которые делали художники, мне они очень помогли сделать свой правильный выбор, поэтому я показываю. В этом базовом наборе 6 красок и также имеется белая краска, грунт, тайтанимум вайт. Чтобы закрасить немного испорченные места и снова нанести краску, они добавили такую бутылочку в этот базовый набор. Второй выбор мой был, вдобавок к базовому набору, вот такой набор. В компании Дэниел Смит сделаны такие наборы по краскам, которыми пользуются популярные артисты, современные. Я выбрал набор артистки Джейн Хайнесс. Вот этот вот набор, мне эти цвета понравились, я свой выбор на этом остановил. И также сделал следующий выбор, это такой набор из 6 красок. Эти краски, значит, Приматек. Это краски сильно гранулирующиеся. Грануляция в акварельной живописи мне очень нравится, поэтому я сделал выбор такой. Итого я вот приобрел, значит, 6, здесь 10 и здесь 6 из красок Дэниел Смит. Теперь я хочу эти краски разлить в эту палитру. Этой палитрой я раньше пользовался, когда выезжал на пленэр, когда рисовал масляными красками. И сейчас рисую, конечно, для масляной краски я ее взял, потому что эта палитра очень плотно закрывается. И на пленэр, если краска остается, то она не будет высыхать. И это давно я как-то его отложил. И в ней оставшаяся масляная краска высохла и пересохла. И когда я вот вспомнил про эту палитру и решил, значит, сюда перелить тюбики, мне пришлось очень долго чистить эту палитру. Просто немного цвета остались, но краска сама не осталась. И вот на эту палитру я буду сейчас, значит, выливать эту краску. Затем будем делать раскраску для этой палитры. Я сделал такую таблицу. Просто текстуру бумаги хочу показать вам. Сделал такую таблицу. Здесь я расписал все краски. Распределил по ячейкам, где они будут находиться вот на этой палитре. Оставил некоторые места пустыми, чтобы потом можно было дополнить подходящими цветами в дальнейшем. И вот сейчас буду краску разливать вот согласно этой таблице. Согласно этой таблице сюда по ячейкам. Я разлил по ячейкам все краски, имеющиеся у меня. Краски находятся такими кучками. Надо их немного расплющить, чтобы лучше они держались у основания, как говорится. Чтобы не отскакивали, не отреблялись. Вот я распределил палитру. Как я уже сказал, есть пустые ячейки. Я специальных оставил на случай, когда я буду докупать необходимые цвета и заполнять эти ячейки. Теперь я хочу раскрасить карту палитры. Вот, как я уже говорил, на бумаге Кансон XL, плотностью 300 грамм на квадратный сантиметр. На ней я сейчас нанесу цвета необходимые все, согласно палитре, чтобы было легче ориентироваться. Оно будет у меня находиться вот в этом месте. Итак, приступаем к раскраске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, друзья, я карту палитры составил. Это здесь титановое белило, здесь пустое место. И вот так вот все краски, они с надписями, где пустые места, как я уже говорил, в дальнейшем приобрету те цвета, которые хочу. И размещу их в палитре там. Здесь я вот нанес краску, потом промыл и промокнул, чтобы получить самые бледные цвета. И они хорошо смываются на этой бумаге. Бледные цвета, вот они видны. Это я специально на карте палитры сделал, чтобы знать, какой оттенок, какая краска, какой цвет будет давать самый светлый цвет. Эта карта палитры, она только для палитры. Я ее размещу вот так вот. Вот так размещу, оно будет всегда у меня видно перед глазами. Оно у меня будет всегда находиться здесь. А с этой стороны будет вода для разведения краски. Буду здесь разводить краску. А здесь будет, чтобы напоминалка, как говорится, чтобы мне напоминало, где какой цвет у меня здесь на палитре. Вот оно все здесь соответствует, пустые места, ячейки. Краски, которые где как размещены, если я забуду, потому что здесь особенно трудно различить. На начальном этапе ее буду считать здесь цвета. И для смешивания тоже будет более удобно. По окончанию работы слил воду, почистил, ее сюда положу. Вот так. Она там под низом остается целая, невредимая. Палитру закрываю. И все. На этом я заканчиваю это видео. Надеюсь, оно было вам полезно. Те, кто уже более-менее имеют дело с акварелью, они знают. Просто им может быть что-то здесь полезное для них тоже извлечется. Это в основном для новичков, которые только начинают писать акварелью. Акварелью. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Комментарии всегда они полезны. Какие бы они ни были. С критикой, положительные или отрицательные. При желании ставьте палец вверх. При желании вниз. Любое принимается. Помогите мне развивать мой канал. Здесь я буду публиковать разные видео по тестированию материалов, разных техник. Ну и все, что необходимо знать. Я буду проводить тестирование и давать свои суждения, свои мнения. Будем вместе обсуждать в комментариях. Это, я думаю, пойдет только на пользу. Итак, до свидания. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. С вами был Садридин. отец. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...